Это был, можно сказать, такой подготовительный этап, где много было такого бродильного элемента духовного искания. И, в конце концов, вот эти брожения к середине XIV века вылились в большое, крупное реформаторское движение, в организованное уже, если вначале это были такие стихийные, группки, общинки. В середине XIV столетия уже организованное движение заявляет о себе. Потому что это движение получило название «Стрегольничество» или просто «Стрегольники». По поводу названий у ученых-историков нет единого мнения. Каким образом оно возникло и с чем оно было связано? Есть версии, есть точки зрения. Они предполагают, что порог своих занятий эти люди были парикмахеры с трибуны. или, как на Западе называли, цирюльники. Вторая точка зрения утверждает, что это были люди, которых во время посвящения на какой-то сан это были в основном представители ниш духовенства православного. При посвящении там на дьяка, на чтеца, на псаломщика над ними совершали такой обряд. Выстригали там над ухом, два пальца над ухом маленькую полосочку. Обряд при посвящении. Есть третья версия, что когда зачинщики этого движения получили широкую известность, то с ними началась борьба. Их отстраняли официально от служения, их извергали из сана. И они назывались «растригами». Есть такое выражение «поп – растрига». «Поп – растрига». Если священник начинал нарушать уставы православные церковные, его «растригали». Ну да, я тоже такого мнения не думаю, что если человек там же как-то становилась попа, вообще священник, она была в чем-то причем борода, правильно, длинные волосы, одежда. Да, 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 да. Это бред и стрижный человек. Да, просто стрижный. Скорее всего, вот третья версия ближе к истине. Естественно, когда они стали выражать протест, несогласие со многими обрядами, то их отлучали, растригали другими словами. И в народе они получили прозвище «стрегольников». Главными основателями этого движения считают двух дьяконов новгородских. Они жили в Новгороде. Новгород Великий, не Нижний Новгород, а Великий. Северо-запад России, ближе к Петербургу. Одного звали Ефита, а второй Карп. Они разработали вероучение. Сейчас мы назовем некоторые положения данного вероучения, и вы заметите, что оно очень близко к Евангелию. «Только апостольская церковь есть истинно христианская церковь». Такое положение было в программе стрегольников о вероучении. «Только апостольская церковь есть истинно христианская церковь». В более широком смысле церковь устроена по апостольской модели, по апостольскому образцу. «Только апостольские писания есть источник веры. Всевышний не в рукотворенных храмах живет». Этот пункт взят, вы знаете откуда? Где? Из чьей проповеди? Павла. Из проповеди апостола Павла где? В Афинах, да. В Греческой столице. Всевышний не в рукотворенных храмах живет. «Стрегольники отрицали молитвы за умерших, отрицали молитвы за умерших, отрицали поклонение иконам, святым, отрицали монашество. Острегольники требовали совершать духовные требы бесплатно». Совершение духовных треб должно быть бесплатным. Примерно 50 лет просто существовало это движение в организованной форме. И это довольно-таки большой срок. 50 лет. А потом стали над ними казни совершать, над наиболее активными, над зачинщиками. Сильнейшее противодействие обнаружилось и со стороны власти, и со стороны духовенства. Когда оно стало таким массовым, широким, стали принимать очень жестокие меры. Никиту и Карпа приговорили к смертной казни через утопление в реке. Река Волхов под Новгородом Великим. Когда вот этот приговор-то объявили, то прочитали текст Евангелия, это как в западной инквизиции было. Кого-то приговаривали к сожжению на костре, то это все так обставлялось торжественно. Скопление народа, две кафедры ставили. На одной кафедре судья зачитывает приговор, на другой кафедре священник проповедь произнесли. В назидание. В назидание, да. И вот здесь тоже была ссылка на Евангелие. Почему такую казнь они должны принести? Нет, на Евангелие от Матфея на шестую главу. Сослались. А что именно? Да, там слова Христа. Если кто соблазнит из малых с них, из малых с них, то лучше, чтобы ему повесили жернов, нашли и утопили. Лихо. Да. Используя слово. Вот этих людей объявили сопротивелями. Буквально исполнили слова Евангелия Жернов. Они были объявлены развратителями веры христианской. Никита и Карп. Вот интересно мнение одного историка православного. Этот историк жил в 19 веке, что он изучал историю русской церкви, в частности стрегольническое движение. Значит, он дал такую оценочку. Секта стрегольническая была плодом своего времени и произведением чисто русской почвы. Вот это очень важно. Обычно православные историки все движения, течения, вне православия считают происками западных миссионеров. Насаждение западных миссионеров. Этому все не наше. Это немецкое, американское, английское и так далее. Принесенные к нам извне. А это, это митрополит Макарий. Митрополит Макарий. Постойте фразы скажите, пожалуйста. Секта стрегольническая была плодом своего времени и произведением чисто русской почвы. То есть самобытная, самородная. Многие западные историки тоже очень узко смотрят на русскую историю. И, естественно, они как бы себя стараются возвысить несколько над другими народами. И вот в западных книгах по нашей истории иногда такая мысль проскальзывает, что, мол, русский народ не способен к самостоятельному духовному творчеству. Кто пишет? Христиане? Да, некоторые христиане западные даже вот такую точку зрения выражают, что, мол, русский народ к самостоятельному духовному творчеству не способен. Он, мол, только подражает, может подражать западным, веем, течением, стилем и так далее. Это крайне, конечно, тенденциозная оценка. Она не соответствует исторической действительности. Нельзя сказать, что стригольничество полностью исчезло после таких вот тяжких, страшных гонений. Оно не исчезло совсем со сцены. Оно раздробилось на маленькие ручейки с некоторой такой своеобразной спецификой. Ушло в подполье. И позже уже, гораздо позже, что вот такие следы встречают стригольничество, когда бы стригольниками стали называть всяких бы неправославных христиан. Значит, любой неправославный верующий относился к стригольникам, хотя он бы и не имел с ними исторической связи и духовной тоже. Ну, так же, как сейчас, например, в России все неправославные – это баптисты, в Украине все неправославные – это штунда, штундисты. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Еще одно течение зарождается. Оно так напрямую с стригольничеством не связано, но некоторое только родство было. Это так называемые жидовствующие, или субботствующие, или иудействующие. Так вот, если стригольники были по сути своей евангельскими верующими, первыми протестантами, первыми евангельскими верующими, то жидовствующие очень далеко отстояли от Евангелия. В широком смысле их можно отнести к протестантам. Почему? Потому что они тоже отрицали монашество, отрицали поклонение иконам, поклонение святым, не признавали угодников святых, не согласны были с обрядами церковными. Это вот то, что позволяет отнести их к протестантам, к протестантизму. Но, что касается самого богословия, вероучения, у них очень много было отклонений, слишком много отрицаний и в богословском смысле. Например, отрицание божественности Христа, отрицание Троицы. Больше на свидетеля Иегова. Да. Ну, свидетели Иегова ведь тоже на Ветхом Завете больше акцентируют свое внимание. Бессмертие души некоторые субботствующие отрицали. Такие вот крайне узкие рационалисты были. То, что можно объяснить логически, рационально, они это воспринимали. А то, что надо принимать на уровне откровения, на уровне тайны, озарения внутреннего, это бы отвергалось. Ну, вообще, это такой менталитет, он свойственен, наверное, иудейскому уму. Мышление горботливое, въедливое, тщательное и арифметическое, сугубо арифметическое. То, что можно объяснить, доказать, да, упростить. Место возникновения там же, вот Новгород Великий, там же, где есть игольники. И основателем этого движения считается еврей Схария. Схария. Слитно пишется. Их тоже очень жестоко преследовали. Православная церковь преследовала иудействующих. Над ним устраивали казни публичные. В Москве на Красной площади в деревянном срубе сожгли трех иудействующих. В других местах тоже вот такое сожжение устраивали в срубах. А есть какие-то предположения, почему именно Нижний Новгород встал Центр? Предположение, конечно. Ну, тут такой интересный вопрос, почему именно Северо-Запад? Северо-Запад. Ну, это вот регион более-менее удаленный от Центра Православия, от Троицы Сергиевой Лавры, от Москвы. Москва, Златоглавая, она всегда была символом православия, оплотом православия. Все монастыри московские, околомосковские. Дальше там больше было разномыслия. Больше была позиция чем дальше. Москвы тем сильнее. Мы позже будем рассматривать период начала XX века, когда появились наши проповедники, миссионеры, такие как Василий Фетлер. Он начинал с Петербурга. Большие массовые пробудительные собрания устраивал. Потом сделал попытки такие же собрания устроить в Москве. Но не получилось. Из-за сильнейшего противодействия со стороны православия. В газетах сразу начали писать такие ругательные статьи, что вот к нам, в православную столицу, приехал глава демонов, заклятый еретик Василий Фетлер. Посмел в православную столицу России приехать и начать свои проповеди. Москва оплодит православие. Петербург. Петербург называли. Петербург, да. Там было более. Ну, больше людей, таких свобода мыслящих. Петербург. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok